Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. К Ивану Ургунту после того, как его не пустили на благотворительный концерт в Санкт-Петербурге, он написал, что жаль, концерт благотворительный, значит, и как так можно было сделать? Значит, фонд поддержки людей с аутизмом, он пожертвует 500 тысяч, и организатор ни при чем, он ни при чем. И после этого к нему обратились в Государственной Думе. И вдумайтесь, друзья, на секундочку, зачем к нему обращаться вообще? Все и так понятно. Но, вот что пишут. Выступление Урганта на благотворительном фестивале в Питере отменили. После этого в Госдуме призывали его пересмотреть свою позицию по поводу операции. Иван Ургант должен был выступить 1 августа на благотворительном фестивале фонда «Антон тут рядом». Такие тоже названия интересные. «Антон тут рядом». Причем здесь благотворительный фестиваль, фонд помощи людям с аутизмом и их семьям «Антон тут рядом». Ну, может быть, там, значит, глава Антона, и он так ему кажется, «Антон тут рядом». За несколько дней перед мероприятием выступление Урганта отменили. Шоумен утверждает, что в этом нет его вины, организаторы фестиваля тоже ни при чем. В Комитете Государственной Думы по культуре заявили, что никакая другая деятельность, кроме поддержки российских военных и операций Урганта, не поможет. То есть, имеется в виду, что благотворительный фестиваль, он, так сказать, помогает, там это, значит, ничего не поможет это. Он ведь так и не выступил в защиту наших солдат, не поддержал операцию. Это и есть его шанс, на мой взгляд. И никакая другая деятельность ему не поможет. В первую очередь, именно он должен пересмотреть свою позицию, так как ее вряд ли пересмотрит страна, выразила мнение депутат Елена Дропека. А заявили в Комитете Госудумы по культуре. Друзья, ну, интересный момент, почему? Вы знаете, Госдума, Комитет по культуре призывает, как бы, Урганта, что если ты хочешь выступать, пересмотри свои отношения, поддержи, так сказать, бойцов, поддержи операцию. Ну, по факту, поедет на Донбасс и выступит. Ну, уже говорили неоднократно, что зачем такая вот тоже неискренность? Ну, поедет он сейчас, допустим, Урганта, приедет он. Вот надо оно тем, кто там, чтобы это вот он так приехал? Ведь все понятно будет. У нас же уже был такой опыт, когда люди ездили, и было понятно всем, для чего это делается. Да и потом, а зачем его тянуть? Ну, вот зачем его тянуть, я не понимаю, что ты выступи для того, чтобы тебе можно было, вот ты давай поддержи, но обозначил он свою позицию, не хочет он ее менять. Ну, и пусть живет дальше себе. Пусть живет дальше себе и здравствует, так сказать, я не знаю, занимается своими делами, где он там что хочет делать. И то, что его не пускают, я считаю, абсолютно правильно. Но уделять ему такое внимание на уровне государственное, думаю, с точки зрения того, чтобы он поменял свою позицию, и это ему поможет. Я не считаю Урганта гениальным актером. Где он сыграл какую-то гениальную роль? И елки эти, которые, собственно говоря, любой человек абсолютно мог сыграть, похихихать, похахахать. Какой еще? Где какая-то у него серьезная драматическая роль? Пусть даже комедийная, но какая-то серьезная. Ничего такого нет. Ведущий, телеведущий. Послушайте, у нас телеведущих очень много очень талантливых людей, которые не смехуечками занимаются, а которые действительно интересные юмора, которые начитные, интеллигентные. Очень много людей таких. И я не знаю, что первый канал до сих пор Манучарова, например. Вечерний Манучаров. Прекрасная программа была. Манучаров очень человек и серьезный, и патриотически настроенный. И с великолепным чувством юмора. Значит, кто он? Музыкант. Тоже его проект такой. На любителя, скажем так, Гриша Урганта. Поэтому говорите о том, что давай, так сказать, пересмотри. И что дальше? На первый канал сразу. Ну, съездил на Донбасс. И на первый канал можно. И это можно. И то можно. Я наоборот считаю, что нужно сказать, ты обозначил свою позицию. Но если он систематически это будет делать. Чичерина живет там сколько лет. Естественно, никто даже не додумается подумать, что она там как-то кривит душой. А те, кто едет туда для того, чтобы составить определенный образ, или тем более отмыться, зачем это нужно? Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в свете блокировок, Ютуба, замедлений и так далее, я вас приглашаю подписаться на мой основной канал Будда Гришна. До встречи.